но сейчас в этой части которую сейчас буду читать я начну с того что я расскажу о конкретных применениях примеры применения вычислительные химии контейн камерсти на всех этапах про которые говорил вот чтобы у вас был просто какое-то понимание как это делается на конкретных примерах ну начнем с первого как бы этапа это hts или это будет скрининг высокой про высокой способности это экспериментальный кэш подход и мы должны найти хиты и дальше сделать так называю хитроешь сортировку хитов это первая стадия в которой обязательно используются вычислительные химия потому что медицинские химики сразу не могут смотреть на весь массив и понять что использовать значит и для этого используется информатика очень очень сильно и если вы вас все хорошо вы можете там сделать какую-то модель построить сразу например фармакофон ну по крайней мере химия информатика должна использоваться вы можете использовать докинг так виртуальный доньки но опять-таки это по желанию как правило ким информатика и все сейчас мы про это говорим мы можем также использовать виртуальный докинг virtual hts то есть использовать без всякого экспериментального подхода чисто докинг виртуальный и это же предложить сам сам если сами какие-то соединения для индификсации для тоже найти хиты значит когда мы говорим про хитрояш и сортировку хитов то можно по-разному подходить к этому но мы можем взять например соединение которые к нам пришли помните что это скрининг очень низкого качества как правило одна концентрация из меня измеряется один раз и там могут плохие искать данные которые надо еще подтверждать вам нужно найти соединение которое вы предложите чтобы подтвердили этот скрининг еще раз во первых во вторых вы можете измерить с разными концентрациями то есть получить более подробную информацию вот для тех соединений которые вы предложите после того как вы сделаете анализ или сортировку первого эксперимента и первым делом если это уже не сделано вы можете сделать фильтры которые оценят качество вот этих соединений которые предложено было для hts а это может фильтр который используется может быть на основе токсичности всевозможные и и другие подходы для этого а потом вы должны посмотреть также вы должны понять какие из них действительно хиты посмотреть насколько они какая получил какие данные получились какая ошибка измерения может быть если у вас есть данные и самое главное с помощью canon информатики вы переходите на а я собственно листаю мне кажется у меня здесь были слайды на все это отдельно но я их не вижу почему-то да я конечно их пропустил все и вижу этих слайдов почему-то они не листаются но я тогда просто поговорю если они дальше появятся я сперва проговорю дальше вы организуете все эти хиты которые получили изначально с помощью информатики в серии химические серии это очень самая главная часть наверное потому что вот эти фильтры может быть уже ли пробины уже до этого один из важных фильтров то что некоторые соединения очень часто оказываются щитами потому что они не являются настолько активными насколько они агрегируют например или они связаны с металлами и как правило в компаниях эти с ней не могут быть уже очищены не используются в библиотеке которые используются для первоначального hts но если это не так то вы должны это сделать потом но вот эта часть которую вы организуете в серии она обязательно всегда потому что вы можете понять какая у вас серия оказывается наиболее представленной химическое и особенно если у вас в этой серии существует разная активность то есть и структура активности взаимодействие некоторые соединения в этой серии оказываются активной или неактивными это значит скорее всего что это интересная серия и вы ее предложите для того чтобы ее повторить и измерения и дальше с ней работать если у вас есть singleton то есть одно соединение появилось то она более рискованно есть у вас зависимость обстоятельств например вы не хотите ты дальше рисковать в июне предлагаете если у вас такие обстоятельства вам надо пробовать все вы singleton тоже окажутся интересными для вас и вы можете их тоже предложить но в данном случае как правило мы говорим про серии и после того как это серия определил можете посмотреть на базу данных сделать как бы эти как и насколько они были измерены до этого в базе данных какие существуют для этих для этих камен соединений данные по физическим свойствам для адми свойства например какие были сделаны предыдущие как бы решение по этим к соединениях для других скринингов и и сделать какие-то выводы из этого тоже и вы можете если вам все хорошо нравится вы можете расширить эту серию на основе базы данных найти новые соединения которые похожи например и дополнить эту серию и предложить до дальнейшего эксперимента вот это какой-то из подходов которые можно использовать для того чтобы сделать сортировку сортировку hts результаты hts да значит дальше следующий шаг это отхидоклиду то есть нам нужно найти улучшить активность вот и здесь я значит мы должны и мы хотим создать значит серию активных соединений и для этого используются разные методы мы можем использовать для этого страх чеба и драг дизайн все что угодно можно использовать принципе здесь можно все пи все перечислить можно использовать дизайн на основе леганда основе структуры пространственного белка можем использовать использовать всякие сфокусированные комментарии библиотеки и можно использовать также соотношение между пространством структуры и активностью все методы которые я сейчас вам рассказывал предыдущие лекции все здесь можно использовать ну один из примеров я покажу из моей из моей скотч без жизни опубликовано давно уже в 2005 году это питер 38 киноза и в данном случае мы говорим про воспаление это не рак хотя до киноза вот и данном случае мы имели хит который бензамидазолон довольно активный но относительно активно конечно лучше чем хиты которые приходят после hts после hts могут быть даже ниже 10 микромоля хиты уже считаются хитами здесь получается 1 5 микромолем более-менее активный хит но нам он не нравился тем что во первых надо улучшить активность вторых мы хотели уменьшить вот это вот бензамидазолон структура сделать ее более мелкой меньше молекулы и в итоге то что вот мы сделали мы предложили новую серию 3 золоперидин который намного более активные меньше и более подробно сейчас я историю это расскажу она довольно интересная потому что вы заметили что очень странно когда мы имеем кинозу то у нас есть получается петля здесь которая как правило есть донор и акцептор водородной связи и все группы которые с этой петлей взаимодействуют как правило имеет два свойства донорные акцепторные центры дам случае одно из соединений которое было на рынке или на рынке было опубликовано имела перединге только акцептор один наш бензамидазолон тоже имел только акцептор и у нас возникло такое подозрение что эта петля скорее всего взаимодействие имеет не к донору акцептору а к двум донорам потому что мы не видели никакого донора на молекулы которые активны и мы хотели использовать эту идею для того чтобы использовать по предложить новое соединение у нас не было в тот момент структуры киноза это просто как бы такой приближенный подход в принципе кислород имеет свойство дух двух акцепторных связей за счет того что там существует электронное облако которое имеет два центра который может взаимодействовать двумя донорами на протеин на белке и поэтому была такая идея предложена и что мы сделали вот то что мы опубликовали по крайней мере вот эти соединения были предложены и рассчитаны мною и который заменили бензамидазолон и вот вы видите триозолоперидин который был предложен в конце концов самый активный один самых активных на и самый активный вот но что хотел сказать здесь что в итоге мы решили структуру с помощью рентгеновской структуры мы нашли структуру белки на за экспериментальная и с помощью это регион структуру мы смогли действительно увидеть как происходит взаимодействие нашего соединения с этой с этой петлей и действительно происходит так что гласен первый раз об этом тогда писали перевернулся и мы имеем два донора которые смотрят внутрь активного центра и это не типичное взаимодействие для киноза и как раз происходит взаимодействие водородной связи которые взаимодействуют с нашим соединением то есть два акцептора на сидении взаимодействует с двумя донорами на петле это было очень интересное такое открытие потом это было бы пулькован другими людьми но в данном случае это был очень интересный метод и мы сильно увеличили улучшили активность видите она прошла с 1 и 5 микромоля до 5 наномолей собственно вот это была такая задача которая была решена сперва сперва с лиган без дизайн потом мы продолжили стракте базе за на когда мы узнали структуру киноза вот собственно начали с одного но как это часто бывает процессе развития проекта мы получаем больше экспериментальных данных и вы можем перескочить с одного метода вычтительно на другой метод но вот пожалуйста вот такая такой пример дальше следующий пример мы переходим к следующей стадии стадия оптимизацию лида и в данном случае нам нужно не улучшить как я напоминаю вам не улучшить активность она может быть даже чуть ухудшена если надо будет но нам нужно улучшить физико-химические свойства соединения адми свойства этого соединения то есть надо чтобы она была привлекательна с точки зрения фармаконетики и и собственно это основная задача и методы которые используют такие же все методы можно использовать и основе ли ганда на основе структуры просто на структуру белка и очень многое зависит от культуры а как вообще медицинской химии и вычтительных химиков которые работают над проектом в разных компаниях в разных как бы местах одной и той же компании они могут свои иметь приоритет ну как бы свой свои любимые методы но в принципе можно все использовать нет метод который бы не могли бы использовать зависимости того что у вас есть это вот другой пример которым я опять-таки работал которому тоже опубликовали глюкокортигоидный рецептор это ядерный рецептор вот и а это проект который связан был с тоже с воспалением и нам нужно было сделать так чтобы этот рецептор чтобы мы обнаружили лекарство которыми лекарства с ней и которого было нет не имела бы побочных эффектов как имеет гормоны а вот то есть она имела бы эффекты которые присущи и которые нам нужны для того чтобы бороться с заболеванием но не было побочных эффектов но я не буду говорить в биологии про биологии по даже биологии это мое слабое место то есть я ее слабо знаю и поэтому мы не будем в это углубляться вот но я вам расскажу то что какая была задача передо мной и перед нами вот это хит которым и один из хитов которые мы работали даже лид даже он был активной довольно таки а вот когда мы здесь имели алиловую группу вот в этом месте на 4 соединения а здесь мы имели пропениловую группу и что нам не нравилось то что вот эти две группы при оксидации мы предполагали что они будут иметь тот самый реактивный реактивный метаболизм про которое говорил когда соединение становится токсичным после метаболизма этого соединения поэтому нам это не нравилось нам нужно было изменить это эти группы с как ты их заместить другими группами и также мы хотели сделать замещение на позиции 7 потому что мы хотели улучшить селективность это очень важный момент когда мы делаем что-то чтобы должны быть селективность относительно другим белкам в этой же серии в данном случае другим ядерным рецептором и поэтому замещение на позиции 7 тоже рассматривалась как положительных тем более мы хотели улучшить такие свойства как хидрофобность и цене не довольно хидрофобная любая любое замещение которое бы давало возможность уменьшить силок пи который измеряет хидрофобность было бы замечательным вот здесь как раз я построил гомологическую модель про которой я говорил потому что структура белка не было это вот ядерного центра глукокортигоидного рецептора не было и значит что я сделал значит я взял известные структуры от других рецепторов данном случае прогестерона андрогена и строки эстрогены в которой было в которых существовал в этих рентген структурах гормон демокситосон декс просто так да коротко вот и использовал значит наш использовал гомологическое упорядочное аминокислоты того чтобы понять какой из этих белков является нужно использовать для того чтобы как как бы ну шаблон и вы видите самая большая похожие 53 процента что довольно хорошо было с прогестероном и все наше ложно было на прогестерон как шаблон и получил структуру я как раз глукокортигоидного рецептора вот этот просто картинка это рецептора с дексом который там как раз связан и это было использовано для того чтобы проводить эта структура проводить моделируем с помощью на основу на строке байз дизайн на основе проста на структура белка в данном случае белок был смоделирован как вы видите значит что хочу здесь сказать что некоторые примеры этой модели да значит я думаю что я перескакиваю сильно я очень сильно куда перескакиваю я теряю какие-то слайды сейчас я попробую мне кажется мне слайды теряются где-то они было больше слайдов вот они появляются я перед перескочил я думаю что вот она система ну ладно вот скажем вот один из примеров которые докинг сделан для разных замещений в данном случае что мы сделали мы попробовали и телевую группу здесь место лиловой группы данном случае она лучше по смысле того что реактивный метаболизм не должен происходить данном случае здесь остается пропинил но мы попробовали поставить туда бензиновую группу в том числе и который решает проблемы в том числе это решает проблему селективности хорошо и проблему физик химических свойств такие как реактивный метаболизм и мы поставили с тоже с помощью докинга а из группах игры так сильную группу которую также в данном случае видите миссия а с аргенином связь с глутамином связи вот это вот связи здесь тоже водородная связь нам позволяет улучшить не только за счет гидрофильной группы не только селективность по отношению астрогена вот это вот связь водородная но также улучшить свойства такие как хидрофобность потому что вы получили мы поставили хидрофольную хидрофильную группу сюда на отсоединение а но в итоге я должен идти назад на слайд потому что их неправильно положил вот что мы выбрали в итоге вот например это одна из публикации хорошо когда мы здесь либо ставим водород на r7 либо мы ставим такую цепочку переделываю длинную тогда мы получаем хорошую и селективность и мы получаем хорошие свойства а здесь мы поставили этиловую группу а здесь мы поставили значит здесь у нас хидрооксильная группа в итоге получилось с помощью докинга и здесь мы получили бензильную группу и все это удовлетворяло задачи которые мы перед собой ставили чтобы улучшить свойства соединения сохраняя их очень хорошие хорошая активность дальше здесь чисто дизайн на основе structure base drug design в итоге получился так дальше я перехожу а на выбор кандидата но опять-таки здесь у меня примеров не будет никаких расскажу что вы должны исходить что кандидат исходит того что как правило это много параметры оптимизации у вас много соединений которые являются у которой выходит после оптимизации лида и по основе параметров которые для вас важны мульти пара много параметная оптимизация происходит вы выбираете то что наиболее перспективно вы думаете для клинических испытаний но здесь используются синтетические методы доток токсические стадия состав не стадия токсические измерения всякие на животных есть много чего происходит помимо того что в учителей методы здесь уже не используются они были все использованы как правило на стадии гид оптимизации я думаю что мне кажется что следующая стадия да мы имеем значит молекулу которая мы выиграла все да и мы хотим ее использовать для клинических испытаний но мы как правило хотим уметь еще запасную серию которая или молекулу которая на всякий случае тоже мы бэкап кандидат который на всякий случай тоже хранится в запасе себе 1 1 молекулу которая продвигается по каким-то причинам не прошла опять что значит следующее но следующее это лекарство это молекула еще не лекарство это молекула продвигается в клинические испытания на этой стадии уже хорошее взаимодействие происходит с drug development с людьми которые занимаются разработкой лекарства они помогают scale up то есть наработать больше этого соединения они помогают определить какое какую формуляцию это соединение может быть для того чтобы технические испытания 1 производить и мы уже имеем хорошую тесную связь со следующим этапом разработки лекарства в данном случае это будет drug development и если у меня есть время я немножко расскажу про drug development значит мы закончили drug discovery но когда начинается drug development люди в основном говорят про клинические испытания в миру да мне говорят что происходит физическое состояние фаза 1 фаза 2 фаза 3 это действительно так но параллельно с этим параллельно с этим происходит очень огромная работа которой очень дорогая работа которая очень долгая работа которым которые люди разрабатывают само лекарство как как продукт не как молекула как продукт и это занимает очень много времени это занимает очень много знаний это очень важно потому что от зависимости того какой продукт его де использовать у вас будут абсолютно разные свойства и эффект этой молекулы нужно выбрать правильный продукт стабильный продукт и чтобы он работал как надо и но если мы говорим про клинические испытания вам напомню что первая фаза происходит на маленьком количестве здоровых людей пациентов но и основная задача конечно для того чтобы безопасность изучить безопасность соединения first and human и это маленькая подборка фаза 2 имеет несколько стадий но это уже больше среди людей используются значит 100 до 500 клиентов значит которые добровольцев и основной фокус конечно это от дополнительная безопасность изучения также побочных эффектов и также мы хотим понять какой дозы мы должны использовать для того чтобы был эффект этого лекарства и и данном случае основной фокус на эффекте и фокусе то есть здесь часто умирают лекарства потому что если мы неправильно поняли механизм биологические действия лекарства то мы увидим что она в безопасно но она ничего не делает правильно вот это самое главное чтобы лекарство производила эффект и часто мы не можем это предсказать если сложная биология но здесь мы это увидим есть эффект или нет значит и наконец последняя самая дорогая стадия фазе стадия 3 как правило из лекарства доходит стадии 3 то это уже уже хороший признак очень и здесь тратится очень много денег на фас стадии 3 а самая мощная стадия здесь используется очень много кандидатов для этой стадии до 5000 разных может быть разные поколения разные расы разные места везде это производится это испытание и здесь все повторяется но также безопасность и эффективность вот все повторяется но это нужно для того чтобы происходило оправдание этого лекарства регуляторными органами и вот это вот конечно дорогое мероприятие очень значит я хочу теперь рассказать немножко о методах которые спон на этих всех drug development подходах которые используются вообще промышленности и как правило их можно развить на 333 группы 1 1 группа процессорная химия то есть это химия когда мы уже не медицинская химия когда химии когда мы люди делают на синтез наиболее эффективный как можно эффективные и наиболее стабильные и наиболее дешевый и легко масштабируемые в производстве да это вторая стадия которая которая вторая группа которые используются в рак development это формуляция который занимается как сформулировать отсоединение это лекарство и в третье это аналитическая группа аналитического разве давать на все очень development немножко пару слов про каждую группу про процессорную химию рассказал значит это лучшие технологии для эффективности для чтобы это было меньше шагов синтеза чтобы это было очень хорошо воспроизводимо чтобы это было дешево чтобы это легко скайл обману мануфэкчерин чтобы все было отлично это очень тяжелая задача она отличается от медицинской химии потому что медицинской химии может использовать токсичные даже не зеленые не green химистри а какие другие соединения которые нельзя использовать потом в людях например можно бы животных но в людях нельзя это очень важно значит но это я пропущу этот картон он не важен значит формуляция формуляция сама по себе а в частности она использует форма тефтику который говорит о том насколько лекарства в определенной форме формулировать например таблетка насколько она будет иметь хорошие фарма кимические свойства не как молекула как таблетка уже насколько она будет действовать на организм а мы можем также говорить очень часто а какой твердой твердую форму лекарства должно применить даже чаще всего мы говорим про твердую форму кристалл порошок что угодно это может быть аморфная форма твердая но это наиболее стабильная форма не жидкая и можем говорить также того как мы разрабатываем таблетки например я не буду говорить о деталях но просто вам сказал про идею сама и наконец я мед аналитической химии аналитических метод аналитический медarette не не обязательно химия мы говорим про стабильность то есть изучается стабильность мы хотим химическая стабильность данным случаем если в прессу предыдущем процессе формуляция была физическая стабильность мы Мы должны знать, что если мы берем какую-то твердую форму, что лекарство останется в этой форме, пока оно хранится на полках, потому что если оно изменит форму, то изменится все. То есть здесь мы говорим про химическую стабильность. Как измерять химическую стабильность на производстве? Какие мы можем использовать методы для того, чтобы предсказать, насколько долго может лекарство оставаться в этой же химической формуле, если мы храним ее на полках, например? То есть есть метод для измерения этой стабильности. ускоренными методами вот и эта группа как раз фармацевтической промышленности аналитическая группа на как разрабатывает методы как мы будем измерять какие шаблоны какие стандарты для этого и они используются потом для подачи заявки и также для для того чтобы сделать manufacturing этого лекарства и следить за за тем как лекарство производится на методы которые используем те же самое та же квантовая химия для поддержки вот drag development те же практически методы которые я вам рассказывал но отличие заключается лишь в том что если в drag discovery когда я вам рассказал про метод я говорю миллионы соединений да мы используем начали начинаем с миллиона сведений и мы можем использовать и мета какие угодно потому что если даже мы потеряем какие-то соединения там половину ну хоть три мы найдем это замечательно на самом деле три мы найдем там гораздо больше но метод могут приближенными мы все равно будем успешно здесь у нас с вами одно соединение да и может быть два то есть нужно использовать мы не можем себе позволить использовать ошибочные методы мы пытаемся использовать самые лучшие методы они может быть дорогие это может быть квантовая механика очень тяжелая это может что-то угод другое быть но это более как бы мы не имеем уже возможности делать ошибки желательно не делать ошибок в предсказаниях если это возможно это надо помнить значит что я хотел дальше делать да но статистический метод тоже остаются ну вот например некоторые методы мы не будем входить детали которые используют процессорной химии некоторые методы которые я использую по крайней мере который предложил модели на разных стадиях я не на не буду здесь входить детали на пропущу это все слишком много ну вот один из методов который конечно ретроспективный ретросинтетический анализ который в частности здесь разрабатывается некоторые методы с помощью в команде тимура вот это химинформатический метод когда на основе данных которые известны из публикации из патентов можно если вы хотите синтезировать какое-то соединение вы можете его сенсацию начать с конца от ретроспективно и разбить ее на на разные как бы по деревьям и предложить разные пути синтеза это очень популярный метод потому что вы можете использовать метод для того чтобы предложить разные варианты синтеза и потом химики собираются и обсуждают какой из этих методов наиболее привлекательной как правило правда большое внимание определяет учитывается опыту самих химиков они году я пробовал этот метод он получился не получился и у них есть такой субъективный подход процентами химика к этому всему кроме того очень большой задачка здесь имеет цена химикатов которые используются первую очередь смотрят на цену и смотрят на насколько они зеленые на насколько они безопасны вот это отличает нас от медицинской химии дальше вот например то что я предложил лично для процессорных химиков всевозможные методы расчета химических реакций которые может быть отвечать некоторым вопросам которые здесь предложены насколько например где у нас реактивные центры насколько насколько да немножко такой продукт реакции какая сейчас насколько может быть стоит активная стабильность их соединений мир насколько реакция возможно с точки зрения например энергии реакции или с помощью реактивности предсказания реактивности с равных реагентов эти все во все методы которые здесь предложены они отвечают только частично на вопрос но могут помочь химикам иметь дополнительные аргументы для того чтобы выбрать ту или иную реакцию для 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 эксперимента но вы это увидите потом в слайдах я не буду сейчас об этом поле подробно говорить но очень много методов которые для этого предложены мною они здесь находятся все про большинство из них квантово-механические но часть из них являются не квантово-механическими как раз статистическими например энергию решетки кристаллической можно предсказать с помощью метода который называется метод количество на соотношение между структурой и и свойствами на активностью данном случае а свойственно тот же самый метод как между структурой активностью статистический метод значит я покажу вам например один пример из из подходов которые могут использовать это квантово-механика опять-таки вот опубликация была которая очень близка тому что мы делаем на самом деле а вот пример того что нам нужно предсказать где происходит реакция но в данном случае если бы я посмотрел на эту молекулу я бы сказал вот для этой реакции там где у нас ходит про появляется наиболее низкая пике и где может происходить ионизация аминные группы тот будет и наиболее активный центр где мы побольше получим n- здесь или здесь кто-то будет там будет эти реакции я правильно это рассуждая но как вычтите химик я бы сразу посмотрел и сказал бы вот ну конечно здесь вот это вот самое низкое пике и даже мы для этого для позиция 3 для этой а для этого мина наич на самом деле реакция происходит на позиции 1 и как это предсказать в основном и для того чтобы это предсказать есть методы в разные методы в один из методов это метод предсказания энергия отрыва про таки водорода которые с помощью квантовой механики вам скажет что на самом деле легче всего оторвать водород здесь и и это доказывает задачу того что вот это будет активный центр ну это как пример да для этого нужно использовать квантовую механику если вы используете стандартные методы как и сидел эпс например у вас получится неправильный ответ насчет другие методы которых я вам не буду кон подробно разговаривать ну например метод биокатализа многие реакции которые сейчас делаются процессорной химии и в медицинской химии она основана биокатализа то есть когда у нас происходит химическая реакция с помощью энзимов и это очень зеленый метод он очень хорошо шкалируется и он очень привлекательный но задача в том чтобы в данном случае в отличие от когда мы делаем докинг мы меняем оптимизируем мы оставляем тот же активный центр но мы оптимизируем молекулу да в данном случае все наоборот мы не оптимизируем молекулы остается та же молекула который мы хотим провести реакцию мы изменяем активный центр мы производим мутации и мутации может быть бесконечно много и поэтому очень сложные задачи и вот некоторые расчеты которые мы делали мы опубликовали здесь но этому брошу для вашего знания что это очень важная задача если вы когда-либо столкнетесь с ней она очень важно это называется протеин инженером инженерная подход к протеину в данном случае энзиму и это очень популярный метод сейчас фармацевтики для химических реакций значит дальше продакт дизайн формуляция это очень большая тема посмотрите вот публикация была недавно сколько методов какие методы могут использоваться для дизайн продукта это все вычислительные методы их бесконечное количество они очень сложные просто чтобы многие люди об этом даже не знают и не подозревают и у меня нет возможности всех рассмотреть и все их я даже сам не использую но я может что-то вам сейчас расскажу эта книжка которую я редактировал недавно вот она как раз называется компетейшнл фармацевтическая химия твердого тела где рассматривается всевозможные методы для расчета твердого тела значит ландшафт твердого тела в фармацевтической промышленности очень богатый это разные формы твердого тела которые используются и твердое тело сам популярная потому что она продает тебя особенно особенно кристаллической большую большую стабильность соединения это может быть кристаллы наиболее хорошо когда вас наиболее привлекительно когда вас кристаллы есть и это то что мы стремимся делать они могут быть монокомпонентные они будут быть немного компонентные и монокомпоненты когда у вас одно сам молекула которая активная много много компонентных когда вас соли например когда у вас есть какой-то органическая соль например или неорганическая соль соединение для которые улучшают свойства или к кристаллы когда вторая часть второй компонент не является соли он нейтральный да и тоже для улучшения свойств этого соединения это очень сложная задача может быть всякие гидраты и салваты а то же самое могут быть частью этого все они могут как только мы им красотическую структуру мы имеем полиморфа полиморфа это когда вы имеете разную упаковку например того же соединение ли тех же соединений либо вы иметь разные конформации геометрических соединений и это усложняет всю задачу нам выбрать какой из них полиморфов наиболее привлекательным может быть жидкие кристаллы могут аморфные тела также но наиболее привлекательные кристаллические структуры я буду пропускать сейчас но это просто хочу сказать вам что это глобальная задача я вам покажу этот пример это недавняя публикация лин тейлор из перди у на один из примеров когда а вот лекарство и разная формуляция рекорда да вот само лекарство по себе совсем не растворима ведь это низкая низкая растворимость его можно сформулировать в разных формах можно как соль как к кристаллу и во всех случаях вы видите вот это мощное тело вот это вот все аморфно как только мы имя мощное тело то есть он там не такую столическую структуру у него высокая растворимость сразу появляется но это тело нестабильно потому что она может кристаллизоваться позже что не очень хорошо она нестабильны химически может быть поэтому это не привлекательно лучше иметь кристаллическое тело и для этого можно сделать либо соль и посмотреть сколько соли здесь приложены у всех сразу резко увеличится растворимость либо к кристалла тоже резко увеличилась растворимость и довольно стабильно за много часов растворимость держится хорошо как только увеличилась растворимость значит лекарство про может быть поглощено она сразу поглощается если у вас хорошая проницаемость через стенка стенки клетки то проблема решена если растворимости нет в ничего не получится даже если хорошо проникает через клетки через стенки клетки лекарство не попадет в системную циркуляцию крови да то это очень важная задача и ведь как форма сильно влияет на это все это просто пример дальше очень много надо помнить происходило проблем с тем что вы представили кристаллическую структуру и и вдруг со временем эта структура оказался нестабильной и более стабильные появляется структура чуть позже и она кажется все другие свойства имеет она менее растворима например она выпадает в осадок это большая проблема это просто пример таких проблем которые была пульки он в обзоре в 2011 году до 2010 года я с один из самых известных примеров это компания abbott labs они предложили лекарства ретонавир или норвер а и они пропустили стабильную форму ту-2 эта форма дала осадок в какое-то время и пришлось отозвать лико во всех случаях лекарство было отозвано и стоило очень дорого назад ему помоги для того чтобы восстановить лекарство потратил там сотни миллионов долларов то есть это настолько сложные задачи важные задачи и поэтому стабильность соединения формы которые выбираете или стабильность лекарства самого можно сказать очень важно физическая это физическая стабильность значит я сейчас буду пропускать слайды они над пример вот как вот я поддерживал расчетами стабильность какой-то это зал кори лекарства файзера который вычисла на рынок недавно и в частности в этом случае мы имели одну только форму которые мы нашли экспериментально и она и нам надо было доказать что другой форма не может быть да или она вряд ли будет и вот это лекарство сама здесь и что я сделал здесь например один из примеров я сделал много расчетов один из расчетов для этого было предсказание кристаллической структуры и лекарства которая форма которую мы обнаружили вот она здесь самая низкая энергия намного ниже нега чем что-либо что возможно виртуально эти формы которые не были обнаружены но форма которым обнаружили было намного-много стабильнее чем все остальные и можно бы сказать это один из доказательств наряду с другими которые я тоже представил того что другой форму наверное нет и не будет ну что еще значит теперь химическая стабильность последние минуты все это может быть вопросов к вам у вас будет тест потом так что следите осторожнее внимательно у вас будут слайды тоже потом посмотреть значит теперь химическая стабильность есть разные механизмы нестабильности химической и наиболее сказать распространенной является гидролиз и окисление вот видите больше 50 процентов того что было как бы закономитировано это был гидролиз и 20-30 процентов это была оксидация то есть это наиболее частое что происходит с химической нестабильностью соединения и нам нужно будет понять как что может быть с этим соединением и как это нестабильность избежать вот есть методы которые построены на основе коллаборации между разными компаниями в том числе файзера и это вот один из них экспертная как бы система которая основана на том опыте над тех измерениях которые эти компании уже сделали это измерение да и в данном случае построены модели которые ну может какими информатика по сути дела свои на основе база данных которые объединены между компаниями которые смотрят на к на новую молекулы и на основе всяких известных уже экспериментов говорят насколько возможна деградация это молекулы и что может получиться какие пути деградации в данном случае вот пока например вот этот молекулы какие пути и насколько это возможно лайк ли это возможно он лайфли невозможно баре лайк ли это очень точно будет практически видите в красном осмы вот собственно вот такая экспертная система она используется широко и очень важно для нас есть другие методы которые я последний метод нам покажу причем прикажу я использую кванта механику для этого тоже и сейчас могу ну вот метод кванта механики например просто понять какая возможна деградация это связано с метаболизмом тоже в драгис кавари те же подходы можно использовать и мои методы который предложил для химиков они используются и там и там и в 2 ламана в discovery но это обычный расчет тот же самый расчет про который говорил какая энергия ты вы сканируете энергию отнятия протона из молекулы и как только вы отняли не протон извините меня водорода атома вы происходит оксидация и вот это и есть то место после оксидации где вас происходит не химическая нестабильность вот например пример молекулы не молекулы а до лекарства тетрозепам и мы знаем что нестабильность происходит вот на этой позиции происходит окисление но это можно предсказать довольно легко с помощью кванта механики если вы правы проведете сканирование отнятия водорода то вы увидите что намного легче отнять водород как раз этой позиции и это очень тяжело сделать всего там 12 килокалорий чтобы отнять этот водород и вам как раз происходит оксидация кислородом происходит изменение молекулярной структуры вы получаете нестабильную молекулу это один из методов подхода на собственно на этом я и хочу закончить потому что это очень много информации я понимаю я дал вам кучу информации и может быть немножко глад не гладко ее представил но это тот обзор который не существует нигде да довольно уникальный обзор который вам представляю я читаю его здесь я читаю еще в одном университете вне все эти чепла хилл нот каролина но поэтому на цены что нигде такого сбора информации нету у вас будет слайды и у вас будет также вопросы на теста и вы можете посмотреть на слайды и подготовиться к ним вопросам они будут не очень сложные вопросы они как раз позволит определить насколько вы смотрели на эти слайды насколько вы поняли прошли через слайды прочитали их скажем так вот и насколько вы поняли их ничего сложного здесь нет но если у вас сейчас вопросы ко мне то пожалуйста спрашивайте здравствуйте у меня будет два вопроса 1 касательно ретро синтетического анализа у вас есть уже в фазере готовые программы для нахождения пути синтеза лекарства ну вот это но вот ретроэкспективная ретро синтетический анализ программы используем да и вот то что я вам показал мы тоже используем это нерешенные до конца проблемы потому что нету стопроцентном пути показать вот это вот таким путем надо идти мы можем найти аргументы для того сказать что лучше этим полем пути путем идти другим нет если были программы которые бы только сказали вот надо так идти то не нужно были бы процессорные химики может быть только для того чтобы синтез синтезировать соединение и второй вопрос вы показали на последних слайдах лекарства на x начиналось я не успел запомнить а для чего она используется я показал мазалкорида это это против онкология это онкологическое лекарство спасибо скажите пожалуйста как часто в вашей практике случалось такое что лид не оправдывал себя и на тестирование отправилась то что вы назвали бэкап соединением и что происходит в случае если бэкап соединение тоже не дает необходимой активности но умирает проект было все было это я говорю вот эти вот эта стоимость вы карту я говорил производство лекарства даже разработки лекарственного соединения 26 миллиарда рублей долларов извините рублей было бы лучше она включает вот эти эти ошибки она же не включает только что в этом патруль на клинические вот начали и закончили мы построили с поставить и столько денег на лидические испытания клинические испытания это включает много-много провалов потому что мы не смогли правильно найти соединение который мы обнаружим позже то есть было достаточно случаев мы делаем мы лучше делом все лучше и лучше лекарства но все равно это проблема у меня вопрос по поводу над изначального скрининга соединений когда вы получаете ну довольно большой серию химических соединений и вы говорили об одиночных соединениях а можно ли на основании этих одиночных создавать серию или это в принципе бесперспективно но это лучше откинуть сразу это зависит от я пытался на это ответить значит если у вас у меня были такие проекты когда вообще было одно только одно одно среднее одиночное и здесь выхода нет да а есть такие где мы имеем сказать возможность иметь много серий и какие-то одиночные во-первых всегда когда мы делаем сортировку то мы говорим с медицинскими химиками и медицинские химики в решают в конце концов не мы да они компетен камер они говорят да мы 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 заинтересовала там соединение но как правило если у нас есть возможность пробовать что-то то менее рискованно серия если мы видим особенно активность ну как бы сакшири релэшен видим что мы активно неактивно соединение значит на скорее всего это действующие серии если же у нас мы можем много чего сделать у нас есть много химии денег мы попробуем все да но как правило мы выбираем что-то но не менее рискованно это будет менее рискованно если у вас ничего нет только single dance то мы идем с ними мне еще вопрос вы говорили что вы предсказывали кристаллическую структуру плотности энергии вот относительную энергию да да стабильность это был полноценный 3d структура кристалла расчет получается да то есть это же очень сложный очень долгий раз это сложно . все зависит от метод значит один методов которые которые используют долгий не очень не очень привлекательный расчет потому что это академическая программа разработанная относительно давно студентами и тяжело использовать ее поэтому мы любим коммерческие программы очень любим коммерческие программы потому что мы используем так много расчетов и когда легко их использовать вот буквально слегка вспомнить как использовать программу то и ты используешь много программ ты не должен вспоминать там какие-то детали без особенно без описания то в данном случае это не так и эта программа называется the moral она использует мультипольное разложение кистическое взаимодействие всякие другие подходы для расчета энергии взаимодействия в кристаллической структуре и был долгий расчет но есть еще дольше сейчас используется момент программы которые делают там месяцами считают кристаллической структур на очень высоком уровне и предсказывают очень хорошо а но это очень дорого в данном случае это заняло ну не знаю полмесяца и меньше месяца приближение исходное как каким образом генерируется это же надо все операции симметрии предполагая была группа симметрии положить молекулы соответствующим образом потом сегодня не все да это очень очень хороший момент значит не все симметрия использовались 7 наиболее популярных симметрии используя я конечно использую ту симметрию которая была кристаллическая структура я сейчас не помню она была там в срединаре была среди популярных семи мы ограничиваемся мы не можем все позволить но всего двин 230 групп до некоторые люди в академии могут себе позволить побольше побольше использовать но как правило мы используем 7 популярных самых популярных групп для того чтобы сделать предсказание структуры пространственных симметрии групп симметрии и данном случае не помню какая была не все конечно было сделано только 7 но в том числе та которая была она либо входила либо дополнительно сейчас не помню это было время какое-то время назад которую мы обнаружили структуру на самом деле вам она входила среди 7 популярных как раз хорошие очень вопросы но вот такая система эта проблема не решенная до конца для предсказания кристаллической структуры происходит всяким тестом blind тест слепые тесты вы знаете 6 их было проведено это очень такой волнительный подход и последний было два года назад том шестнадцатом году и все более сложно становится молекулы в которые пытаются предсказать структуры это делает cambridge страшно дэйтэбэйс они предлагают так молекулы говорит предскажите структуру и потом разные группы их довольно много делают предсказание показывая свои результаты там специальная выборка вам надо сделать предсказать из такого-то количества ближайшие как бы хитов какой из них несколько вариантов как бы говоря грубо говоря и потом сравнивается все это публикуется статья что плохо что в большинстве случаев файзер даже предложил одну из структур тоже в последний раз большинстве случаев люди не знают экспериментально насколько какая какая структура будет наиболее стабильно в в промышленности мы знаем это и это очень важно потому что мы можем рассказать не просто структура наиболее стабильную структуру и мы знаем это экспериментально еще вопрос по поводу партнерства вот вы сказали что предсказание этих форм окисления молекул да я там увидел заглавие этой программы лхаса то есть это было получается ухас и тоже компания в которой пойти занимается да да но это было объединение не только фарм компании не только данными но и данными и еще поставщики программного обеспечения каким-то образом ну да да лхаса вообще занимается всеми довольно довольно серьезно всякими такими программами я не помню это лхаса было или нет может быть да там написано хас значит хаса программа называется сама сама программа я все время листая мимо я ее пропустил уже да это что-то еще вот это то что сейчас продолжает разрабатываться вместе с алхас и но принципе данные даются этими компаниями я не пропустил я не могу найти этот слайд да но это 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 метод который экспертный метод то есть он основан на том что мы делаем мы используем то что измерено даже на основе похожести мы можем предсказать что произойдет с лес молекулы которая раньше была не измерена и да они используют это взаимодействие с алхас и или вот да вот все правильным образом зенит но диск лужер и гримит данном случае решаются вопросы решается я одна компания же поможет другой другой компании да но они испу они делятся теми данными которые они могут поделиться и может быть я честно говоря не участвую в этом но я участвую в другом я участвовал до последнего до этого месяца последний месяц я вел этом это вел прошу прошлый месяц коллаборацию между компаниями называется innovation and quality аки есть такая коллаборация при компетитив то есть все компании договариваются что они будут делиться опытом по разным тематикам вот я вел группы по химической контентом тэшн к миссии в химии в development и там мы в общем делились знаниями и методами того что мы можем показать не всего и на основе этого мы как бы получаем опыт иди учим друг друга вот типа того что здесь происходит уверен они показывают только те методы которые могут показать или те данные которые могут показать и либо может быть лхас имеет договоренность со всеми ними но не делятся с другими я не знаю детали но это можно обойти сейчас все больше и больше происходит и при компоте в кабал коллаборации что очень полезно на самом деле конечно и такую же коллаборацию я часть был другой программе по растворимости тоже тоже люди предсказания растворимости между разными компаниями люди пока что что могут показать только но делятся опытом как как это сделать и что лучше получается для того чтобы все соединить вместе увидеть с разных компаний какие получается какой опыт что лучше всего работает на основе разных данных с разных компаний так очень часто кстати это слово встречается при competitive basis вот что имеется ввиду я не всегда понимал ну как бы дословно я не знаю откуда это появилось я думаю что это связано с тем что здесь нет как бы компетично но они договариваются на хотя компании между собой ну соревнуются но в данном случае это вне соревнования я так понимаю то есть мы не показываем и никакие данные которые мы не можем показать но мы делимся опытом и учимся от друг друга и так это во всем мы дубья катались который вам показал то же самое происходит очень много вещей которые которые сейчас делятся опытом и знания между разными компаниями происходит еще есть какие-то вопросы не заснули я думаю надо поблагодарить юрия за спасибо спасибо большое